всем привет из франции мои самые наилучшие пожелания всем кто меня сегодня смотрит девочки два дня не заходила на канал не было у меня абсолютно времени и сегодня под кофеек решила почитать комментарии вы знаете обалдело дело в том что один комментарий мне напомнил историю когда я вот так вот тоже вляпалась и чуть не подставила очень хорошего человека комментарий пришел под видео я вышла замуж за француза и женщина написала что общалась в интернете с французским мужчиной полтора года и в один прекрасный момент я у него попросила деньги и на этом он слился короче говоря общение закончилось что девочки вот такой вот спонсора а хомутать не получилось почему мне напомнила о том как я вляпалась дело в том что несколько лет назад очень много было у меня подписчиц которые искали возможность выйти замуж за иностранца и очень часто было в комментариях и на почту писали что вот если есть там кто-то родственники друзья ну короче говоря реальные люди не какое-то там фото в интернете вот реальные люди чтоб порядочный чтоб нормальный был чтобы не какой-то там аферист не альфонс если есть возможность с таким мужчиной познакомиться и однажды у нас был такой дружеский ужин я кстати есть видео с этого ужина тогда я еще снимала и семейные посиделки с друзьями и друг нашей семьи в этом видео сказал что вот я бы не против познакомиться короче девочки начали писать и я передавала всю почту потом уже дала его адрес говорю общайтесь сами там напрямую кто и владеет французским кто не владеет английским ну короче с переводчиками и так далее и вы знаете стал он общаться с одной женщиной так вот и полную я и по видео увидела ее очень приятно и и немного французским владеет и как бы одни плюсы прошло где-то около месяца почему же я себя до сих пор за это девочки виню и больше никогда никого ни с кем не знакомлю и прошло где-то около месяца и она ему пишет что у меня день рождения и вот так грустно так значит одиноко и что буду там встречать сама естественно мужчина ну как день рождения любой нормальный мужчина парень о чем о первом думает купить подарок и подарить его женщине которая нравится ну и что вы думаете было дальше поехали мы с ним все пара купили аромат который был очень популярен на то время это каком от мазель от шанель и также он купил ей кожаную очень красивую визитницу от известной марки фурва и отправил все это по почте когда женщина получила подарок то она ему сказала вот знаете мы очень часто не обращаем внимание на некоторые вещи и правду говорят что наша жизнь состоит из мелочей и я тогда абсолютно не придала никакого внимания поскольку она ему сказала что ой спасибо большое за аромат и спасибо большое за кошелек и и я думаю что ты знаешь что такая традиция у вас во франции что кошелек как бы хотя это был абсолютно не кошелек это была визитница что кошелек пустой не дарят но я думаю что деньги которые ты положил их изъяли на почте и дальше ну я уже не буду знаете как вдаваться в подробности пошла как говорится классика жанра у него сломался ноутбук и на также ему об этом сообщила что нужно купить новый и что это минимум стоит 800 тысяч евро на что было предложение купить здесь поскольку здесь у нас как раз тогда был летний период скидок и что можно было здесь купить намного дешевле он предложил я тебе куплю я тебя вышлю и ответ был такой что вот ну если вдруг он поломается то гарантия короче понимаете вот есть люди настолько вот такие тонкие манипуляторы которые действительно варьируют фактором фактами которые как бы ну логически можно понять дальше у нее заболела мама потом поломались краны и нужно было то 500 евро то 300 евро и потом я как бы про деньги в визитницы я была в курсе но по поводу всего остального я узнала конечно намного позже мне было настолько неловко хотя ну как бы это не моя вина не сами там друг друга друг друга выбрали так скажем и и сами стали общаться но тем не менее настолько остался вот такой девочки неприятный осадок и самое вот основное в этой истории то что вот из-за таких женщин которые написала комментарии под моим видео потом иностранные мужчины думают что все вот такие попрошайки которые сидят на сайтах знакомства для того чтобы выманить какую-то сумму да что говорить о сайтах знакомств я несколько раз лично попадалась в инстаграм идет пост что там то заболел кто-то то кому-то на операцию нужно такие знаете фотки выставляют и вот ты смотришь и думаешь но неужели там у меня не найдется там какой-то суммы денег чтобы отправить человеку ведь как говорится каждая копейка дорога когда там проблемы со здоровьем и потом оказывалось вот когда там ты ну перечисляешь и потом спрашиваешь ну как там что вы ответа естественно нет потом аккаунт исчезает а потом ты находишь в интернете что это вообще аферист когда даже программы по телевидению снимали что есть женщины которые детей даже не имеют пишут что им нужно там на лечение или там они сами больные так что девочки вот так вот единственное вот чего я не могу понять даже если вот ты занимаешься таким вот непристойным делом как просить деньги у человека по интернету ты с ним только общаешься просить деньги и даже не стесняются вот так вот писать об этом говорить об этом но неужели ну может быть я как-то по-другому воспитана я вот не представляю чтобы я у человека с которым я только по интернету вижусь как бы и обращаться ой ладно чего только не встретишь узнаете иной раз подумаю что за все время от ведения каналов общения с людьми как бы я далеко не молодой человек и опыт моей жизни был разный и кажется что уже но ничего не удивление ничему ты не удивляешься уже как бы можешь предвидеть некоторые шаги и когда вот наглядно тебя перед глазами видишь такие вещи ой девчата и он даже на канале на своем заблокировала несколько аккаунтов потому что в прошлом позапрошлом месяце практически ежедневно только видео выходит или там сюжет какой-то я публикую там фотку с моря или там кошечку сухими вилле цветочки или клубничку и писали под различными никами что вот там спасибо за видео и вот у меня такая ситуация там ухаживаю за бабушкой живу там в какой-то там деревне пришлите мне хоть сколько-то денежек и я видела что мои зрители отвечали кто-то даже проживал в этой области которая была указана и женщины предлагали даже вот вы мне дайте там свой контактный телефон я обращусь и собесы и вам помогут купить инвалидную коляску ну короче говоря все это аферисты поэтому заблокировала я эти аккаунты пусть пасутся где-то в других местах так что девочки будьте осторожны и на такие вот объявления или как это даже назвать не знаю не обращайте внимание ладно давайте хорошим закончились у нас каникулы завтра мы идем в школу новости рассказываю последних дней собрали первый урожай клубники три ягодки у нас поспела сегодня будет еще больше на с каждым днем все больше и больше зрели спасибо девочки что написали про сорт что он действительно хороший спасибо за советы которые вы мне дали как рассадить я уже нашла на amazon вот эти вот баки и закажу они постоянно там круглый год как я поняла не так как вот у нас магазины начинается садовый период или сезон барбекю и поступает вот такая продукция магазин на базу это все круглый год и осенью как только ягодка перестанет плодоносить и начнет давать усики я и усики по обрезаю как я сделала в том году сейчас я вижу ягоды очень много если она так прекрасно растет в горшках то поставлю три вот таких вот ящика и буду делать целую клубничную плантацию но что это полезно ты знаешь что ты ее ничем не обрабатываешь никакими химикатами и подкармливать только девочки я не знаю меня спрашивали чем ты ее подкармливаешь ничем не подкармливаю купила землю обычную в садоводческом магазине и в эту землю я посадила тоже был совет посадить в какую-то специальную смесь чтобы ну как бы ягодки чистые были так что посмотрю еще вот эту смесь что это за смесь и буду экспериментировать так но сейчас пойду приготовлю быстренько обед да будем смелейшие уже готовить рюмзачок на завтра одежду на завтра посмотрим там какие что там ей прочитать написать она так у меня в принципе даже когда в германию ездили она брала книжки учебники том что последняя четверть у них будут вот эти ну как они не экзамены но контрольная работа и мы даже на каникулах занимались все мои хорошие целую обнимаю хорошего всем дня хорошего настроения мирного неба и увидимся